Что будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США? Когда одна сторона конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечет и нанесет ответный удар. Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно за 10 минут. А российские ракеты с севера Канады ударят по США спустя несколько минут. Самые первые удары – высокочастотные электромагнитные импульсы поразят электронику и энергосистемы. Импульс будет величиной десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты. Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят спустя полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огневой шар раскаленный как солнечная кора. За ними появится грибовидное радиационное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг. Все будет охвачено пламенем. Разрастание огневого шара вызовет взрывную волну, которая повредит здание, разрушив ближайшее. У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы и согласно пятой статье устава НАТО они будут обязаны защищать США. Поэтому Россия нанесет удары и по ним. Огневые бури поглотят множество городов. Выбросы черного углерода от ядерной огневых бурь приведут к ядерной зиме. Такой мегаполис как Москва, в котором жителей в 50 раз больше чем в Хиросиме, может произвести намного больше дыма, а огненная буря разнесет шлейф черного дыма в атмосферу. И это будет намного выше любых туч, которые могли бы его смыть. Тем временем землю охватит леденящий холод. Свыше 5 миллиардов людей могут умереть от голода, включая и 99% населения США, Европы, России и Китая. Очевидно, что мы не знаем сколько людей переживут ядерную войну, но если она даже отдаленно так ужасна как считают ученые, то в ней нет победителей, а только проигравшие.